Итак, лабораторная работа номер 3. Мы здесь осваиваем циклы. Основная цель примерно вопроса для собеседования находится в методическом указании. Ну и нам необходимо решить, соответственно, вот эту задачу. Определить, чем будет равно сумма кубов чисел от 1 до 10 и составить, соответственно, блок-схему. Итак, начинаем мы с раздела «Заголовка». Смотрим структуру программы. Дальше пишем те переменные, которые нам понадобятся. А нам понадобится переменная i, целочисленная, которая будет параметром цикла. И понадобится переменная s, благодаря которой будет находиться сумма соответствующих значений. Так, начинаем писать тело программы. Так, и сразу же можем писать цикл. То есть у нас идет изменение параметра цикла от 1 до 100. Так, и нам нужно вычислить сумму, соответственно, кубов. По-простому, то есть перемножаем все i 3 раза. Так, ну и результат. С помощью стандартной процедуры вывода выводим, соответственно, на экран. Так, сделаем. 5 цифров всего, 2, как с запятой. Хотя, после запятой ничего не будет. Да, единственное, на чем нужно добавить начальное значение суммы, которое должно быть равно 0. Но изначально всем переменным присваивается значение 0. Ну, поэтому можно было вот эту строчку опустить. Ну и давайте проверим результат. То есть запускаем программу. Если есть ошибки, нам сейчас покажут. Если нет, то покажет, соответственно, получившееся значение. Сумма, соответственно, от 1 до 100. Так, к следующим этапам. То есть мы выполнили основной этап. И приступаем к следующему этапу. Ну, в данном случае это... ...эгэксэр. То есть мы вставляем программу. ...эгэксэр. Дальше пишем... ...эгэксэр. В столбце параметры. Вспишем параметр. А где спишем значение? То есть начальное значение равно 0. Так. Следующий параметр цикла. А равно... Так, начальное значение единицы. Следующая 2. Можно так сделать. Соответственно, довести до 100. Либо есть другую варианту. Ставить знак равно. Нажать предыдущую. Плюс 1. Ну, и то же самое. Перебежать до 100. С лишним, соответственно, убираем. Так, следующее действие это s равно. Так, ну и первое у нас, начальное значение, находится за циклом. Дальше мы возводим куб. Так, нажимаем enter. Переводим на следующую ячейку. Так, переносим. То есть текущее значение предыдущее находится в предыдущей ячейке. И теперь тянем до 100. Ну и соответственно, получаем ту величину, которая у нас получилась изначально. Так, вот в чем заключается выполнение в случае второго этапа в электронной таблице. Так, следующее. Переходим в текстовый элитактор для выполнения этапа. Сначала вставляем условия задачи. Так, форматируем соответствующий шрифт. Так, следующее действие. Копируем код программы. Также переносим в текстовый редактор. Ну и начинаем вставлять блок-схему. Сначала в новом полотне. Так, дальше. Вставляем начало. Так, дальше вставляем вычисление первое. И с равно нулю. Дальше. Вставляем шестиугольник. Обозначающий цикл. Дальше повторяем вычисление. Внутри цикла. Выводим результат. Так, и... Заканчиваем выполнение программы. Так, теперь при помощи соединительных линий со стрелками указываем путь движения соответственно программы. Так, ну и заполняем текстовой информацией в блоке. Начало программы. Начало программы. Дальше. Начальное значение суммы. Так, дальше. Пишем параметр цикла i равное от единицы до 100. Ввиду того, что изменение цикла здесь шаг предполагается равное единице. Если шаг равен единице то здесь можно не писать соответственно шаг. Так, и... В цикле мы выполняем суммирование значений. И соответствующую формулу вставляем. Так, в этом блоке выводим значение суммы на экран. Так, ну и заканчиваем выполнять программу. Пишем слово «Конец». Так. Меньшим размером блок-схемы. Ну и как выглядит блок-схема на данную программу представлено вот на этом рисунке. Так, ну и следующий этап это соответственно защитить данную лабораторную работу свою.